Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. О событиях среды 24 апреля вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габиши. Более 20 населенных пунктов края газифицируют в этом году. Об этом стало известно в ходе личного приема граждан, который провел губернатор. 200 километров в горы. Столько преодолели российские и абхазские военные. В республике продолжаются совместные командно-штабные учения. Росавиация тоже провела учения, но в Сочи с радаров пропал вертолет. Спасали оказавшихся в море людей. На КСМ зацветут перси, калыча и лимоны. Жители микрорайона высадили деревья у местного дома культуры. Более 25 тысяч человек будут следить за порядком во время майских праздников. Это полицейские казаки и народные дружины. Обеспечение безопасности на протяжении длительных выходных обсудили на краевом координационном совещании, которое провел Вениамин Кондратьев. В нем приняли участие руководители силовых структур, представители профильных ведомств и главы муниципалитетов. Оперативные службы края перейдут на усиленный режим работы уже с 27 апреля. С подробностями наши краснодарские коллеги. Для многих череда майских праздников это повод расслабиться и отдохнуть, только не для правоохранительных структур. Для них последний месяц весны один из напряженных в году. В преддверии длительных выходных Вениамин Кондратьев провел заседание комиссии по обеспечению правопорядка в регионе. В зале представители силового блока края и руководители профильных ведомств. По видеосвязи главы районов. На совещании губернатор напоминает о личной ответственности каждого за безопасность жителей и гостей Кубани в предстоящие дни. Чтобы контролировать обстановку в регионе, будет отдаленная станица или крупный населенный пункт, в крае по поручению главы региона организует оперативный штаб. Начиная с 27 апреля прошу и правоохранительные органы, и МЧС перейти на усиленный режим работы. Праздники, есть праздники, но праздники нужно тоже обеспечить. Поэтому для кого-то праздник, а для нас это работа. И усиленная работа. Подготовьте постановление о создании краевого штаба. И этот штаб должен быть таким координирующим и обеспечивающим взаимодействие всех правопорядительных органов, в том числе и органов местной власти, жилищно-коммунальных служб, служб скорой помощи. В целом, этот штаб должен понимать, что происходит в той или иной точке станицы района города в период прохождения праздника. И я глав муниципальных образований прошу, чтобы в районах организовали штабы, которые круглосуточно будут работать в период праздников. Подготовка к майским праздникам уже в самом разгаре. Тотальная проверка безопасности идет на вокзалах, в аэропортах и торговых центрах. Особенно внимательно прокурор края просит отнестись к дорожной безопасности. Правоохранительным органам необходимо сконцентрироваться на тех плановых мероприятиях и скоординировать свои усилия по предотвращению различного рода проявлений экстремизма, террористической защищенности объектов. Железнодорожные автовокзалы должны браться на особый контроль. Органам ГИБДД обязательно свои усилия на проверке автотранспорта, который въезжает в наш край. Необходимо усилить и подходить к этому неформально. Вот это очень важно. В торжественных мероприятиях примут участие свыше миллиона человек. Важно, чтобы от праздников у жителей и гостей края остались только приятные впечатления. Всего в регионе запланировано около двух тысяч концертов, митингов и шествий. Охранять порядок на улицах полицейским будут помогать казачьи патрули и народные дружины. В период проведения римайских праздников планируется задействовать свыше 14,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел, а также 560 курсантов Краснодарского университета, МВД России, 753 сотрудника Росгвардии. В целом около 9 тысяч представителей общественных объединений правоохранительной направленности, в том числе добровольной казачьей дружины. Сергей Александрович, вы вместе координируетесь, чтобы у нас не было скопления и полиции, и казаков. И все вместе это вызывает непонимание людей, что они все вместе стоят. По большому счету лучше их рассредоточить и добиться максимально качественного патрулирования и большего охвата мест, где будут проходить праздничные мероприятия. И когда они кучкуются, вот так, как в народе говорят, то есть это территория, где все проходит, живет сама по себе. Поэтому с пониманием того, что задача обеспечить безопасность проведения мероприятий, а не просто постоять в сторонке даже в большом количестве и провести время. Тут абсолютно разные задачи. Поэтому акцентируйтесь на это. Не менее важный вопрос – транспортная логистика. На время праздников на дорогах края в разы увеличивается поток автомобилей. Поэтому на трассах и оживленных улицах по всей Кубани организуют патрулирование нарядов ГИБДД и ДПС. Люди не должны терять свое время в заторах и пробках, добавил губернатор. Что касается 1 мая, что касается особенно Пасхи и Радонницы. Мы уже люди опытные, мы знаем маршруты. Вот ту активность населения, которая по этим маршрутам возрастает кратно в период этих праздников. Поэтому вот здесь надо продумать еще раз и организовать беспрепятственный доезд людей. Организуйте таким образом логистику движения, чтобы не стояли километровые пробки. Продумайте кольцевое движение. Вы все местные, особенно на местах, я к главу муниципальных образований обращаюсь. Коллеги, вы лучше меня знаете, что нужно сделать. Здесь надо свободно опережение. Подумать еще над этой логистикой и пешей логистикой, и транспортной логистикой. В вопросах обеспечения безопасности не должно быть формализма, напомнил собравшимся губернатор. Все службы, которые переходят на усиленный режим работы, от врачей до полицейских, должны работать как единый механизм. Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Более 20 населенных пунктов края газифицируют в этом году. Об этом стало известно в ходе личного приема граждан, который провел Вениамин Кондратьев. Один из частых вопросов, с которыми люди обращаются к губернатору – развитие коммунальной инфраструктуры. Дарья Овсяникова приехала из Отрадненского района с просьбой ускорить газификацию хутора Чайкина. Провести голубое топливо там обещали еще с 2011 года. Однако технические возможности для этого так и не были созданы. На приеме граждан стало известно, что населенный пункт уже в будущем году будет включен в краевую программу газификации. Вениамин Кондратьев поручил министру ТЭК и ЖКХ края Евгению Зименко лично проконтролировать этот процесс. Также природным топливом обеспечат еще 22 населенных пункта в 15 районах Кубани. 200 километров в горы столько преодолели российские и абхазские военные. В республике продолжаются совместные командно-штабные учения. Колонны техники прошли по городским и полевым дорогам почти 200 километров пути, чтобы добраться в назначенные районы. Попутно проверили, как быстро может быть проведена эвакуация, условно выведена из строя техники. На полигонах Цабал и Нагвалоу бойцы развернули полевые узлы связи, инженерное оборудование приступили к маскировке позиций. В это же время с помощью беспилотников началась разведка оппозиции условного противника. Для выполнения учебно-боевых задач к тактическим группам прикреплены эскадрильи вертолетов и корабли Черноморского флота. Всего в совместных учениях участвуют около 3000 военнослужащих. Задействовано более 400 единиц военной техники, в том числе боевые вертолеты К-52 «Аллигатор» и новейшие брони автомобилей «Тигр». Учение провела и Росавиация. Тренировки спасателей и летчиков прошли в Сочи. Специалисты отрабатывали спасение воздушных судов, которые терпят бедствие на море. Расскажет Ольга Десятого. В небе над морем появляются дельфины. Так называются вот эти парашюты. Спасатели десантировались из самолета Ан-26. Ему пришлось лететь из Симферополя. В Сочи погода не позволила поднять воздушные суда из аэропорта на помощь Ми-8. По легенде учений, вертолет потерпел крушение. Пять человек оказались в море. Парашютистые спускаются на воду. Надо торопиться. Один из членов экипажа без спасательного жилета. К спасательной операции привлекают еще два вертолета. Воздушное судно зависает над водой. Спасатель спускается к пострадавшему. Несколько минут, и он уже на борту. Других пострадавших на спасательном катере доставляют на берег. Там их уже ждут врачи медицины катастроф. Такие совместные учения в Сочи организовала Росавиация. Тренировки заняли не больше часа. Ну а сколько времени займет спасательная операция в реальных условиях, предсказать сложно. Секунды – это красивый штамп, потому что воздушное судно находится в готовности. Это 45 минут зимой, 30 летом. Нужно узнать, найти, где находится место бедствия. Оценить обстановку, которая предшествует вылету воду шлистов или выходу кораблей. И только после этого направить туда спасательные средства. В Южном авиационном поисковом спасотряде отметили. Сегодня все службы отработали на отлично, без сбоев. Следующие подобные воздушные учения пройдут в конце мая в Керчи. Такие тренировки спасатели регулярно проводят и внутри своих организаций. Так, например, в эти дни сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС участвуют в сборах, отрабатывают навыки беспарашютного десантирования на ограниченную площадку в лесу и горах, а также на воду с высоты до 30 метров. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В память о Великой Победе в Краснодарском крае завтрашнего дня стартует акция «Георгиевская лента». Раздавать черно-оранжевые символы по всему краю будут около тысячи активистов. Губернатор региона Вениамин Кондратьев призвал с уважением относиться к этому атрибуту. В течение двух недель волонтеры будут вручать георгиевские ленточки жителям всей России. В нашем крае в этом году планируют раздать более 700 тысяч ленточек. Каждая из них – это символ победы, который нужно носить с достоинством и должным уважением. Кроме этого, во время проведения акции пройдет сбор пожертвований. Полученные деньги передадут для приобретения медицинского оборудования краевому клиническому госпиталю. Ветеранов войн. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 25 апреля в Сочи малооблачно. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11. Днем 14-16 градусов выше нуля. На КСМ зацветут перси, колыча и сирень. Несмотря на будний день, жители микрорайона сегодня устроили субботник. Высадили деревья на главной площади у местного Дома культуры. Ох, какая ароматная, прелесть. Аромат цветущей весны нашей. Ветеран Николай Михайлович – старожил КСМ. Себя он называет и ветераном микрорайона. Кстати, он принимал участие в строительстве этого Дома культуры. Сегодняшний субботник Николай Корнаухов считает большим и даже вдохновляющим событием. Это торжество. Весна, весна, твое рождение, одно из памятных годов. Такое чудо-пробуждение и все земное на виду. Я радуюсь, что общество объединяется и вот это все делает. Это творчество своего рода. И дай Бог, чтобы оно росло все и на будущее. Один асфальт, что ли, смотреть. Это же вдохновляет, во-первых, человека на жизнь. Сегодня на КСМ высадили 150 саженцев. Это и деревья, и кустарники. Растения общественникам местного ТОСа подарили другие общественники, которые решили участвовать в озеленении города. Хотим, чтобы город был у нас экологичный, зеленый, с плодовыми растениями, которые будут свистеть всегда и радовать. Ну, город-сад у нас, чтобы было. Это плодовые растения, которые потом будут плодоносить, и люди будут не только цветы им смонопляться, но и потом могут и вкушать их прекрасные вкусовые качества. Сегодня в микрорайоне действительно заложен целый сад. Среди посаженных растений – лыча, инжир, черешня, лавровишня, персики, редкие сорта лимонов. Одну часть высадили на площади у дома культуры, остальное раздали домкомам и распределили по всему КСМ. Мы дали школе, мы дали домкомам, сейчас садику еще дадим. Все это рассаживаем каждый год, для того, чтобы микрорайон все-таки расцветал, все разрастается, и это на наших глазах уже происходит. КСМ будет лучшим, самым обустроенным, самым благоустроенным. То есть никто не обижается, но это вызов для всех остальных микрорайонов. Но КСМ на самом деле, вы видите, у нас сквер, набережная, площадка ТОСКСМ, 12 детских площадок. И это только начало. Город старается соответствовать курорту. И мы не должны отставать, хотя мы там самый дальний микрорайон центрального района, но мы не должны быть хуже центра или других микрорайонов. Посадили сегодня деревья и в центре города, на улице Воровского. Там расширили аллею, заложенную в честь 30-летия Великой Победы, героями штурма Рейхстага – Сьяновым, Контария и Шатиловым, с участием школьников. Новые саженцы, посвященные защитникам Отечества, сегодня высадили юные сочинцы – ученики первой гимназии. Галина Моисеева, Инга Габешия, Николай Тихонов, Дмитрий Говорков, телекомпания ФКТ. В Сочи прибудет благодатный огонь. Его доставят в город из Тель-Авива. После этого праздничные пасхальные службы пройдут во всех православных храмах. Благодатный огонь в субботу доставят во все сочинские храмы, где и ночью, и на следующий день пройдут праздничные службы. Православных просят приезжать на общественном транспорте. В целях безопасности у церкви запретят парковку автомобилей. В этом году в Сочи пасхальную службу проведет епископ. Ровно в полночь, в субботу на воскресенье, торжественное пасхальное богослужение возглавит его преосвященство, епископ сочинский Туапсинский Герман. Мы приглашаем на это богослужение всех желающих. И в воскресенье вечером в 17 часов его преосвященство владыка Герман возглавит торжественное вечернее пасхальное богослужение. Тоже приглашаем всех желающих разделить эту пасхальную радость вместе с нашим владыкой. А 4 мая в субботу состоится пасхальный крестный ход. Верующие пройдут от Владимирского собора до площади флага. Там духовенство и православные исполнят пасхальные песнопения. В Сочи, Вологду и Санкт-Петербург соединит Гаврилинский мост. Так называется масштабный музыкальный проект в честь выдающегося русского композитора Валерия Гаврилина. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. Проект будет состоять из трех самостоятельных музыкальных акций. Откроется Гаврилинский мост в Сочи 8 мая. На сцене Зимнего театра состоится премьера вокально-симфонической поэмы «Военные письма». Следующий этап акции пройдет в октябре в Вологде, на родине композитора. Завершится проект в Санкт-Петербурге, в городе, в котором Гаврилин провел всю свою творческую жизнь. Именно там, в Санкт-Петербурге, прошла первая репетиция с солистами и дирижером Антоном Лупченко, идейным вдохновителем проекта. «Я люблю тебя, тебя, а ты любишь меня, меня, не высокой, не уродной, безосердной». Вообще состав творческих участников Гаврилинского моста впечатляет. Это солисты Мариинского театра, Большой симфонический оркестр имени Чайковского, концертный хор Санкт-Петербурга, солисты Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, а также Сочинский симфонический оркестр. После репетиции музыканты побывали возле мемориальной доски у дома Валерия Гаврилина на улице Пестеля в Санкт-Петербурге. Сочи вошел в рейтинг самых щедрых городов. Исследования провели аналитики Яндекс.Такси. Они изучили данные о заказах с безналичной оплатой и выяснили, в каких городах пользователи чаще всего оставляют чаевые водителям. Самым щедрым городом оказался Нальчик. Каждый пятый пользователь, оплативший поездку картой, оставлял чаевые. Сочи на четвертом месте. Под данным аналитиков, водители чаще всего получают чаевые в пятницу и субботу, а реже всего в понедельник и утренние часы. Оставляя чаевые, пользователи, как правило, отмечают, чем им понравилась поездка. Хвалят водителей за аккуратное вождение, хорошую музыку или интересный разговор. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в телепакетах Beeline на 76-й кнопке и в социальных сетях. В группах «Говорит Сочи» в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...